Жан де Лафонтен. Амур и безумие. В Амуре все о тайне говорит. И факел, и колчан его, и стрелы, и детский вид. Мы были бы, пожалуй, слишком смелы, когда б задумали, начав издалека. Исчерпать сей предмет во всем его значении, я лучше расскажу про приключение, которое несчастного башка заставило свое утратить зрение. Своим я складом речь об этом поведу. А можно ли его постигшую беду? За благо, счесть для нас, влюбленный пусть рассудит. Здесь мнения моего не будет. Амур с безумием играли вместе раз. В те дни, когда еще лишен он не был глаз, они заспорили. Для разрешения спора Амур совет богов созвать готов. Безумишь, потеряв терпение скоро, ударило его, и был удар таков, что больше не видать уже Амуру света. Венера об отомщении вопит. И женщина, и мать, она продела это. Повсюду громко так кричит, что и Юпитер сам, и Немезида, и судьи адские, ну словом, весь их круг. От крика ошалели вдруг. Послушаешь ее, так велика обида. Без палочки ее, сынок, теперь ни шагу уж не ступит. В чем он от раду бы найти отныне мог? И чем безумие вину свою искупит? Все было взвешено у жителей небес. И польза общая, и частный интерес. И после долгого раздумья сошлись на решении все таком. Навеки присудить безумие, башку любви служить проводником. Башку любви служить вопит. Башку любви служить вопит.